Какие достижения демонстрируют власти Украины в области авиастроения? 19 апреля 2019 года А. Г. Вавнянка Какие достижения демонстрируют власти Украины в области авиастроения? Только что в США совершил свой первый полет самолет Роч-Авиационно-ракетной системы Stratolaunch Самолет Роч-Авиационно-ракетной системы Stratolaunch Источник Интернет После проведения испытаний этот самолет будет использоваться для запуска в космическое пространство от одной до трех ракет со спутниками на борту. Аналогичные системы «Свитяз» и «Ариль» были разработаны в Украине на базе самолета Ан-225 еще в начале 1990-х годов, но так и не получили дальнейшего развития. Автор неоднократно обращался к высокопоставленным чиновникам продвигать указанные украинские разработки, но они, как правило, не реагируют на такие предложения, СМ. Самолет Ан-225 «Мрия несбывшаяся мечта» Модель самолета Ан-225 с модифицированной два-ступенчатой ракетой «Зенит». Источник – интернет. Это связано с тем, что после Оранжевой революции 2005 года должность генерального конструктора Ан-ТК и ОК Антонова, а затем и президента ГП Антонов или продавалась чиновниками за большие деньги или руководством страны назначались ставленники для кормления. Так в 2010 году, чтобы остаться на должности президента и генеральный конструктор ГП Антонов Кива-ДС, заплатил разово премьер-министру Украины Азарову Н.Я. 5 миллионов долларов, а потом ежемесячно платил по 0.6 миллион долларов. Эти цифры независимо друг от друга назвали мне депутат П. и один из руководителей СБУ. Понятно, что при этом президент ГП Антонов клал себе в карман значительно больше. В 2015 году на должность президента ГП Антонов президент Украины Порошенко П.А. Назначил бывшего депутата от БПП автодилера Гвоздевайма. Письмо.источник – А.Г. Вовнянко. По высшеприведенной доверенности увели у государственного предприятия Антонов только за один год около 50 миллионов долларов, СМ. В сайт авиапорта НТКИМ. Антонова проверили на средства. Конференции страница 737-я. Встретил недавно знакомого с бухгалтерией ГП Антонов и вот, что он мне рассказал. Нашли бумагу, как ставленник Т. Вывел с предприятия 4.5 миллион евро. Этот же ставленник заключил договор на обновление программного обеспечения для бухгалтерии на 60 миллионов гривен. Когда вначале мой знакомый меня спросил, сколько стоят такие программы, то я сказал ну 600 тысяч гривен, а если покупать, условно, у Илона Маска, то 6 миллионов гривен. Оказалось, что я не знаю аппетитов этих ставленников. Я неоднократно обращался к высшему руководству страны по сохранению авиационной отрасли Украины и, в качестве примера, приведу к ранее письмо, которое я скорее направил для прикола. 4 октября 2018 года. Першому заступнику секретаря Арнбагладковскому ОВ. Шановный Олег Володимирович. Я звертовся до вас листами в 2016 роцидеписов про кризовиста на авиационной и галузи Украине, а також зе прохан ним да помогти мне не повернуть и сопрацувать и на ДП Антонов. Отримав вид поведе и вид керевники в ДП Украбаранпром, еще на ДП Антонов нова команда менеджери в якове веде галузи зе кризи. А лёстолоса не так як гадолоса. В Украине перестали вероблять и литоки, ведь суд не замовлене на украинские литоки и не ведется ни якове рабничая деятельность, кримпит писания декларативных меморандумов и пиару в украинских ЗМИ. А ДП Антонов ничего не створю и не веробляю, крим техничного обслуговывания, и просто проедай валют недоходе авиакомпании и авиалинии Антонов. Угаб практически банкрут. Так звание новей литоки-демонстратори Ан-178 и Ан-132 ДЕ модификациями старих литоков Ан-148 и Ан-32. Вонизначно поступаются по характеристикам своим захидним аналогам и, головне, еще на них немая покупцев. За останни три роки изменилось и четыре президентина ДП Антонов. Жоден за них не виконав свои обецанки. У дорожных картах цех керевники впростижуются пивно-закономерность. Кожанновий керевник расповедав про свою стратегию и плане, причем у Вони кардинально ведре изнялись один вид одного. Али всего ни жодним чином не с прямого ни на сбережен на авиабудивной галузи Украине. За раз в ДК Украбаранпром нови керевництва. Алиони Букин пыю. Ни пащенко аю. Не е специалистами в области литокобудувания не разумеют, что потребно робить и на ДП Антонов, а тому пустили все на самоплив. Так призначен не нових президента Данца А.Д. И его першота заступника Шмирева В.Ф. На ДП Антонов провели не за профессийным ривнем, а за решением НТС спидприемства. Сами-соби выбирают зручных, а не профессийных и эффективных для сбережен на авиабудивной галузи. А Леш Головний напрямок деяльности подибник ДП Антонов пидприемств в светеце створения, выробництва и продаж литокив. А на сия годнишний день таки фахивцев вещему керевництве пидприемства витцутни. Зменюют цитильки президенти. А большая частина верхивки керевники и частина команды калишнего генерального конструктора КВДС, яки развалили галузь, залишаются на своих местах. Единичим вони керуются в своей идеальности цитильки ягдовши сберегте себе на высокооплачеванную керевни посади и контролювати финансовые потоки. Складается вражение, щеки ревництва ДП Антонов не зацикавлене в створении нових литокив и их серийному виробництве и перед ними не стоит так и завданне. Незалежный вид того, чьи будуются чьи продаются украинские литокичини, вони отримуют величезни, 2 000 000 4 6 000 гривен на месяц. Зарплати за рахунок доходив авиакомпании и летают на резне международней виставки разом за секретарками для променаду. Так навещай им ще напружуватесе. Тому вони расповедають взмыкаски керевництву и громадянам Украине в репортажах за виставки Фарнбора 2018 про нереальних характеристиках неиснуючего литока Ан-188, про якіс мифічний литокі Ан-1Х8. Прозамовлення на литок на пифабрикат Ан-178 вит Азербайджану, Китаю, ААА и проспильне будивництва электричних и гибридних лазеякою из Кантера Юзи Швейцарии. Эволюция ГП Антонов точка источник, интернет. Фактично ДП Антонов зе флагманович изняного авиабудования вердився в фабрику заверобництва фейкових новин. Шановний Олег Володимирович! Прошу вас втрутитесь от анависти ладзе призначенным профессией нового керевництва на ДП Антонов и дивизиан авиабудования в складе ДК Украборан Пром. За повагаю! Анатолик Григорович Вовнянько, провидный конструктор в службе летака Ан-70-1982-1985 годы РРР, керевник службе провидных конструкторей в полетаку Ан-225-1985-1989 РРР, ЗАСТ. Головного конструктора по летаках Ан-225, Ан-325 и авиационно-космичных систем 1989-1991 годы РРР, ЗАСТ. Головного конструктора по летаках Ан-124, Ан-124-100, Ан-225 и их модификаций, а также авиационно-космичных систем 1994-2008 граммов точка Г. Как мне рассказали, Гладковский Свинарчук сильно ругался, когда получил это письмо. Я не буду приводить очень длинный и пустой ответ, как и все предыдущие, на мое обращение, так как... Ан-225 точка источник, интернет, ранок. 9 травня. Венеция. Европа. Запомьятайте. Сейчас и месяцы для старта усмеливого, амбитного, потужного мистецкого проекта падаюча тень Мрия на Сади Джордине, в якому Украину опаную новую высоту. Литак Мрия за информацию про украинский художник и фтохудожниц на борту пролетит над Венецией. Так украинские мистецства потужно заявить про себе на 58-й венецийский биеннализ у частного мистецства. По обожаемой успеху нашим культурным дипломатам The Open Group, тоголовнее диавиоса биперфоманса уникальной Мрии, написал Порошенко в Facebook, когда другие страны демонстрируют огромные достижения в авиа- и ракетостроении, изучении планет Солнечной системы, промышленности и т.д. И т.п. Нынешняя украинская власть демонстрирует в Европе тень самолета Ан-225, созданного 30 лет тому назад в СССР. Как надо не уважать украинский народ, чтобы втюхивать ему такую пафосную галиматью. Наверное, такое достижение может поразить только воображение парахоботов. Анатолий Вовнянко. Право на данный материал принадлежат АГ. Вовнянко. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.